В северном уральском городе Северо-Уральске, на улице Ленина, на которой, как правило, зарубает время от времени, в 10 часов вечера случилось чудо. Четыре пеших человека не погибли на ровном месте, хотя имели очень хорошие шансы отправиться на следующий уровень жизни. И это хэппи-энд-дорфиновая история из цикла «Великолепная семерка». Декорация такая – 10 часов вечера трудного дня, или, как пели классики, «It's been a hardest night». По пустой улице Ленина ехал подорожник. Вдруг, на перекрестке с улицей не по сезону Октябрьской, к нему сзади подлетела Лада Приора, и, как на родине выше упомянутых классиков, пошла на обгон справа. Хотя обгон юридически – это же по встречке. Ну хорошо, тут Приора пошла на очень стремительное опережение справа. А впереди зебра, а на ней два пешехода. Они, по счастью для себя и своих близких, высоко скоростную торпеду отследили, встрепенулись, ускорились и избежали погибели. Как видно, пилот Приоры, поначалу не собиравшийся тормозить перед зеброй, завидев на ней двух пеших, все-таки соизволил наступить на среднюю педальку, и Приору закрутило. И поволокло юзом по скользкой трассе. И в итоге, сделав проворот ровно на 180 градусов вокруг вертикальной, Приора кормой атаковала первый встречный болид, коим оказалась «семерка», запаркованный под дверью алкомаркета с условным названием «Краб». Который, как известно, всем алкашам работает до 22.05, а на часах, судя по картинке с камеры наблюдения, было 22.02. Возможно, хозяин «семеры» на излете уже успел взять выпивку, вышел из магаза, ба, а его «семера» убита вбок. Кто-то невнимательный спросит, а почему в начале сюжета заявлялось, что чуть не погибли четыре пешехода, и при чем тут вообще великолепная «семерка»? Ну как же ж, по картинке видно, что во время стычки Приоры с «семерой», а эту сцену можно назвать «ночные вазы», по тротуару шли два пешехода. И если бы хозяин «семерки» не зашел в «краб», то есть если бы не оставил свой болид в этом кармане, то неуправляемая торпеда «приора» влетела бы равенехонько в пешеходов на тротуаре и убила бы их. А так великолепная «семерка» их защитила. И они даже не обернулись, не остановились, то есть даже не поняли, что родились второй раз. Гаишников на этот во многом счастливый замес не приглашали. Но, видимо, пилоты, нападающие Приоры и защищающие «семеры» договорились миром. Однако гаишники отмечают, что за непредоставление преимущества пешеходам на «Зебре» по 12.18 КОАП они «приоровода» по-любому найдут и покарают. Ибо нефиг.